МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит завести машину в холода. Эпидемия не отступает. В Бийске неуклонно растет число заболевших и продолжают закрывать учебные заведения. Бийский спортсмен, национальный сборный, самбист из Наукограда представит нашу страну на мировом первенстве. В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальными холодами. В ближайшие дни в регионе ожидается понижение температур до 40, местами до 45 градусов мороза. Сотрудники МЧС рекомендуют временно воздержаться от дальних переездов. Аномальные морозы пришли в наш регион. Сегодня ночью столбики термометра в Бийске опустились до минус 38 градусов. Такая погода продлится еще несколько дней, обещают синоптики. По прогнозам Алтайского гидромедцентра с 4 по 8 февраля ожидается устойчивая, аномально холодная погода. Температура воздуха опустится до минус 40 градусов, местами до минус 45. Потепление может перейти в Алтайский край в конце недели. Старайтесь не выходить из дома без особой необходимости. Чтобы сохранить здоровье во время морозов, рекомендуется носить свободную многослойную одежду. Между слоями образуются прослойки воздуха, которые и удерживают тепло. Тем не менее, мороз на работе общественного транспорта никак не сказался. Однако, все же сбои были. Но виной тому не из низкие температуры, а технические неполадки. Так, некоторые работники двух крупных предприятий сегодня опоздали на работу. В районе 6 часов утра сегодня встали трамваи. Добраться на электротранспорте до Бийского олимного завода и Бийской ТЭЦ оказалось просто невозможным. Людям пришлось ждать автобус или же добираться до работы с коллегами на автомобиле. Как нам стало известно, из-за неисправности состава на одной из тяговых подстанций выбило автомат. Для того, чтобы устранить неполадки, специалистам муниципального предприятия потребовалось около двух часов. Сейчас холодно всем, и людям, и машинам. Однако, есть среди битчан и те, кому такие аномалии на руку. Низкие температуры добавили работы сотрудникам фирм по отогреву автомобилей. Пока регион скован морозами, у фирм, занимающихся реанимацией железных коней, началось напряженное время и в то же время самое хлебное. А 250 это что? Чтобы просто прикурить, провода накинуть, приехать. Вообще, тысячу рублей завести машину. Отогреть свечи, продуть, аккумулятор доведить, прикурить. Когда отметка на термометре переваливает за минус 30, завести автомобиль становится проблематично, а порой и просто невозможно. И тогда у владельца автотранспорта есть несколько вариантов. Оставить машину до потепления, прибегнуть к помощи с профессионалов, либо самостоятельно приняться за отогрев. Если говорить о помощи организации по разморозке, то сейчас их биски несколько десятков. Цена вопроса от 250 рублей и выше, в зависимости от сложности работы, габаритов и мощности авто. Есть как узкоспециализированные фирмы, так и обыкновенные автосервисы с одной-двумя выездными бригадами. К тому же в СИЗО находятся и те, кто не прочь подзаработать. В большинстве своем неквалифицированные специалисты. Добавим, что согревать авто самостоятельно под силу не каждому, поэтому будьте внимательны и аккуратны, дабы не остаться и вовсе без автомобиля. Из ветхого жилья в больницу. Два ребенка в результате пожара отравились угарным газом. ЧП произошло в аварийном доме по улице Партизанская. Предварительная причина – неисправность печного отопления. Ночью сломался дымоход и едкий дым начал заполнять квартиру. В результате мать с двумя детьми оказалась в больнице. Всем резко стало плохо. Первое сознание у меня потеряла дочка, потом я, потом муж встал, чтобы раскрыть двери, окна. Он упал у нас на кухне. И я сразу выскочила, когда пришла в себя в сознание. Двери открыла, потом я упала опять без сознания. Взяла телефон, когда пришла в себя. Позвонила скорую и сказала ситуацию. Так и так. Они нам сказали, чтобы выходили на улицу, одевались, но одеться мы не смогли, потому что мы сильно обнюхались. Сотрудники скорой помощи помогли пострадавшим одеться и госпитализировали их медицинское учреждение. Если трехлетний Мирон отделался слабым отравлением, то шестилетнюю Карину сразу же перевели в реанимацию. Сейчас дочь Ирины находится в палате вместе с мамой. До сих пор ей тяжело дышать самостоятельно. О выписке медики пока не говорят. Однако самое страшное в этой истории, что возвращаться придется в тот же самый аварийный дом, потому что идти больше некуда. Отметим, что эта семья вообще не должна была находиться в своей квартире. В прошлом году здание признали аварийным, и жители получили предписание покинуть помещение до 1 января 2019 года. При этом нового жилья не предоставили. Как пояснила Ирина, сейчас она не знает, куда поддаться с маленькими детьми. А между тем, квартирный вопрос в лучшем случае разрешится в 15 февраля. Именно в этот день представители администрации готовы встретиться с Ириной под предлогом, если специалисты будут свободны. Близкие полицейские по факту стрельбы в одном из городских баров возбудили уголовное дело. Напомню, что в конце января один из посетителей питейного заведения открыл огонь из автомата Калашникова. К счастью, оружие было заряжено не боевыми, а шумовыми патронами. Ринцидент произошел в ночное время в баре, который находится в районе табачной фабрики. Изначально между посетителями заведения и охранником произошел конфликт. Его причиной стали личные неприязненные отношения. Вначале завязалась драка, а после один из посетителей открыл стрельбу из автомата Калашникова, который был заряжен шумовыми патронами. Отметим, что все остались живы. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого, задержали его. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь за грубое нарушение общественного порядка виновному грозит тюремный срок. Шахта темная. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Эпидемия не отступает. В Бийске неуклонно растет число заболевших и продолжают закрывать учебные заведения. Бийский спортсмен национальной сборной самбист из Наукограда представит нашу страну на мировом первенстве. Когда есть цель, но путь к ней долог и сложен, есть простое решение. В КПК «Зенит» сбережения по 13,95% годовых. У нас все просто работает. Внимание! В Сибирь Декор скидки до 30%. Монтаж 24 часа. Рассрочка. Нужен натяжной потолок? Звоните 555-152. Закажи такси. Телефон. 99-99-99. АЭС Финанс. Тариф поддержка. Теперь 13,95% годовых. Для членов кооператива бесплатные юридические консультации. 8 800 303 4 7. Эпидемия не отступает. В Бийске продолжают закрывать учебные заведения. Сегодня образовательный процесс был приостановлен в 9 школах. А уже завтра к числу закрытых на карантин учреждений добавится школа номер 3. Согласно данным Управления образования, завтра в Бийске не будут работать уже 10 учебных заведений. Это школы номер 9, 25, 41, 4, 17, 12, 1, 8, 31 и 3. Кроме того, приостановлен учебный процесс в 45 классах 10 школ. Что касается детских садов, то по-прежнему закрытыми остаются 17 групп. Добавим, закрывают учреждения образования, основываясь не только на низкой посещаемости, потому как из-за морозов многие родители просто не отпускают детей в школу, а в первую очередь смотрят на данные врачей. Получили восторженные отзывы, а еще предложение о дальнейшем сотрудничестве. Бийский отряд земляки сейчас находится в Благовещенском районе. За три дня бойцы успели побывать в двух школах, помочь по хозяйству местным жителям и навестить ветеранов. Ну, мы очень довольны, что попали в Благовещенский район, потому что здесь очень теплый, радушный прием жителей этого района. Действительно, люди очень ждали приезда снежного десанта, потому что уже не первый год его встречают. И, конечно же, после того, как целый день мы прорабатываем с ребятами на различных площадках, тут что помощь с одиночим пожилым жителем села, либо работают с детьми. Ну, и, конечно же, яркий концерт. Жители села подходят, благодарят. Сотрудники школ, узнавая, что в основном бойцы отряды состоят из будущих педагогов, приглашают их к себе на работу. Студенческая командировка продлится 10 дней. Первое село, куда поехали земляки, называется «Леньки». Здесь бойцы снежного десанта уже провели мастер-классы для школьников местных учебных заведений. Студенты научили ребят мастерить игрушки из воздушных шаров и создавать пластилиновые мультфильмы. Со старшеклассниками бойцы провели беседы по профориентации. Кроме того, прошли спортивные соревнования по волейболу и военно-спортивная эстафета. Пожилым и одиноким людям десантники помогли по хозяйству, посетили студенты и ветеранов Великой Отечественной войны. А вечерами бойцы выступали в местном клубе. Уже завтра земляки отправятся в следующий населенный пункт село Суворовка. Напомним, что студенты Избийска присоединились к масштабной патриотической акции уже в девятый раз. Бийский спортсмен национальной сборной самбист Дмитрий Ишилов представит нашу страну на мировом первенстве. Такую возможность он получил благодаря победе во всероссийских соревнованиях, которые накануне завершились в Москве. Сильнейшие самбисты со всей страны приехали в столицу России, чтобы побороться за призы престижного турнира. В составе сборной Алтайского края выступали воспитанники третьей спортивной школы Олимпийского резерва. Места на пьедестале подсчета оспаривали братья Александр и Владимир Малыгин и Вячеслав Агапушкин, Дмитрий Клепиков, Дмитрий Шилов и Кристина Беспалова. В первый день состязаний в категории, где боролись юноши с 17-18 лет, на ковер вышел Дмитрий Шилов. Наш земляк сражался за золото весовой категории до 48 килограммов, где было 40 борцов. Дмитрий провел семь встреч, дошел до финала и в решающей схватке одержал уверенную победу. Итог – заслуженное первое место, которое дает право выступать на первенстве мира. Соревнования пройдут осенью в Узбекистане. Победитель мира Александр Саидов основывал в результате в первенстве 48 килограммов Дмитрий Шилов в сервисе В Бийске после капитального ремонта открыли спортивный зал в культурно-спортивном центре поселка Льнокомбинат. Строители сместили спортсменов еще в прошлом году. Первым делом на объекте демонтировали старое и изношенное покрытие. После начались работы по укладке нового. В ремонте активно участие принимали сами сотрудники центра, а также представители различных коллективов и кружков. Отметим, что капитального ремонта в спортивном зале не было со дня сдачи. Площадку ввели в эксплуатацию в 1980 году. Зал устроили к открытию Московской Олимпиады. Если говорить в целом, то работы начались уже давно. Велись они несколько этапов. Первоначально заменили окна, затем протекающие кровли. И вот теперь очередь дошла до пола. Сейчас зал соответствует всем стандартам и он готов принимать состязания как городского, так и краевого уровней. Пол выполнен в принципе качественно. Спортсменов я сюда приглашал, чтобы они специально пол продиагностировали, то есть походили, попинали, мячик покидали, посмотрели, какие-то недостатки, недочеты, может быть, высказали со своей стороны. Но, к нашему счастью, все были очень довольны и ждут, когда же наконец можно зайти на это игровое поле, чтобы посоревноваться, поиграть, посмотреть. И о погоде спонсор прогноза Центр проктологии и урологии Медлайн. Комфортное лечение проктологических заболеваний без операции больничного. Измени жизнь к лучшему. Вылечи простатит и потенцию в Медлайн. Прием уролога всего 350 рублей. Не тяни, звони. Медлайн. Итак, завтра, 5 февраля, в Бийске будет ясная погода. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление будет высоким. Влажность воздуха утром завышена, но после обеда станет комфортной. Погнета сфера спокойная и о температуре ночью минус 30, минус 32, днем минус 24, минус 26 градусов. Так что одевайтесь теплее. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашу душе всегда живет весна, несмотря на лютые морозы. Напоминаем, что выпуски информационной программы будут недоступны в социальных сетях и на ютубе. Счастливо! Еще увидимся. До встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok